Зажигательная музыка По фитнесу Кристина Нуть, которая также является победительницей международных чемпионатов по фитнес-бикини. Доброе утро! Доброе утро! Ну, мы уже услышали про зумбу-марафон, именно с него начнется насыщенный субботний день. И я так понимаю, что вы на одной волне, хотя бы потому, что у вас одинаковые часы, которые необходимы человеку для занятий спортом. У меня часы другие, я в этом абсолютный профан. Но вот вдруг решил приобщиться к прекрасному миру фитнесу. То есть на зумбу как раз можно? Без всякой предварительной подготовки? Легко. Потому что вы всегда можете остановиться, вы всегда можете выбрать более простой вариант. И тем более она начинается в 10 утра. То есть можно немножко поспать, позавтракать, подготовиться. И в 10 утра начать свой день с прекрасной зажигательной зумбы. Потом, что будет интересно, будут выборы королевы аэробики. Да, то есть все девушки, у кого залежались лосины, яркие купальники, резинки. Это будет ретро стиль. И помимо этой королевы аэробики будет также выбираться двойник Джейн Фонды. Кто помнит, кто такая Джейн Фонда, кто не помнит, возьмите, наберете в ютубе. Тут еще надо сходить накануне к парикмахеру и сделать вот такую вот пышную прическу. Хвостик, косичку. То есть если у кого-то есть, скажем так, стиль, вещи подобного стиля, пожалуйста, регистрация длится практически до последнего дня. То есть она прекращается именно за сутки. То есть все желающие, welcome. Вдруг кто-то, как и Андрей, не знает, что такое зумба. Вот танцевальная тренировка, какие элементы в нее входят, чем там занимаются люди? Скажем так, танцевальная аэробика. Зажигательная музыка, латиноамериканская, сальса, румба. То есть все элементы вот этих танцев, они собраны воедино. И, скажем так, есть разные уровни. Для начинающих, где люди могут попроще просто пошевелиться, подвигаться, есть, конечно, безумные какие-то пируэты, которых я даже не успею повторить. Мужчины-то тоже приходят? Если я вот приду, я там одинок не останусь? Обязательно. На самом деле это семейный праздник. Туда как раз мы ждем всех с детишками, с мужьями, с женами. Для всех будет чем заняться. И в рамках этого мероприятия еще пройдет день фитнеса и соревнования для начинающих по фитнесу. Будут выступать и детишки в категории фитнес. Будут новички в бикини. Новая категория такая, как фитмодель. Мальчики, девочки. Так что я думаю, что будет очень интересно. Но у детей все-таки есть какие-то определенные ограничения по занятиям фитнесом и по физическим нагрузкам. Каким образом они готовятся к этому конкурсу и что им можно, что нельзя? Знаете, вопрос на самом деле очень интересный, потому что буквально недавно я вернулась из Иркутска, где существует единственная в мире школа детей, которые занимаются именно фитнесом, бодибилдингом, и которые тренируются на тренажерах, специально для них разработанных. И в течение 20 лет создатель этой школы вел долгие споры и с врачами, и с министерством образования, что это можно и нужно. У нас, конечно, таких тренажеров для детишек специальных нету, но тут у детей идет упор больше на общую физическую подготовку. То есть, да, они готовят свои номера танцевально-акробатические, да, они занимаются физкультурой, то есть они и растяжку делают, и упражнения делают, но никакой нагрузки, которая могла бы повредить ребенку, конечно, нет. Я бы сказала, что, наверное, детский фитнес, это, может быть, даже немножко здоровее будет, чем гимнастика, да, где мы знаем, что это достаточно тяжелый спорт, спортивная гимнастика. И другие профессиональные виды спорта. В профессиональном спорте сейчас очень актуальна тема допинга, с которым все борются на самых разных уровнях. А как вот у вас на соревнованиях по фитнесу происходит? Там тоже допинг-пробы берут, тоже мельдонии запрещают. Мельдонии не в курсе. Мы, скажем так, тренируемся и выступаем по общим правилам, то есть по тем правилам, которые установила ВАДА. ВАДА это у нас? Всемирное антидопинговое агентство. Да, то есть наша федерация и ФББ, вот эта федерация фитнеса и бодибилдинга, она находится под контролем. И на всех эстонских соревнованиях у спортсменов берут допинг-проба. Знаешь, есть такая распространенная картинка, когда человек, жующий фри-картошку с кетчупом, у бодибилдера спрашивает, как же ты вот так занимаешься и всякую химию все время пьешь? Потому что все время ходят различные слухи о том, что бодибилдеры ради своих мышц и готовы на все употребляют разные запрещенные препараты, гормоны и так далее. Расскажите нам более подробно, что же употребляют бодибилдеры и вообще люди, которые занимаются профессиональным фитнесом? Я так и знала, что это будет самый интересный вопрос. На самом деле, как и в любом спорте, понятно, что существуют люди, которые готовы сделать с собой все, что угодно для достижения каких-то целей. Обычно эти цели достаточно мифические, потому что угробленное здоровье, оно не приносит ни радости, ни счастья, ни той эстетической красоты, которая должна быть на сцене. Потому что всегда видно тех людей, которые употребляли. Гамбургеры. Да, гамбургеры и фри-картошка. То есть это достаточно видно, заметно. И как бы, ну, да, это есть. Смысла скрывать это нет, особенно на международных соревнованиях. Но что мне нравится у нас, у нас все-таки действительно в Эстонии борются за чистый спорт. И, конечно, нам как спортсменам иногда даже обидно, да, что вот все же выигрывают. А мы-то, мы-то, по-честному. А мы пойдем на семейный день фитнеса в субботу в спортивном клубе Аригато, где все будет абсолютно невинно, абсолютно здорово, здорово и полезно. Кристина Ну, тренер по фитнесу у нас сегодня была в гостях. Спасибо, Кристина, хорошего вам праздника в субботу.